друзья привет заранее приношу извинения за то что у меня немного потерялся голос поэтому сегодня я не смогу говорить с привычными скоростью и громкостью хотя думаю для кого-то это будет только плюс но я не отдыхаю как это может показаться на первый взгляд на самом деле вот такое покрытие и вообще вот это место это отличный испытательный полигон а заодно и игровая площадка вот для этого автомобиля тольяттинской не вы знаете я давно и тепло отношусь к этим машинам на канале авторевью вышел даже цикл выпусков который был посвящен дню рождения этой машины но как бы не была хороша изначальная конструкция как бы удачно не сработал петр пруссов но когда вы без изменений выпускаете ее практически полвека сами понимаете автомобиль устаревает особенно в такой конкурентной среде как автомобильная индустрия и что греха доить сейчас у него хватает врожденных проблем но я думаю что сегодня мы сможем разобраться и решить как минимум одну из них причем одну из самых важных него автомобиль сильным характером машина которая застрянет там куда другие даже не доедут емкая народная характеристика довольно точно отразила способности первого вазовского внедорожника о том какой фурор на мировом автомобильном рынке произвела эта модель наглядно свидетельствует всего несколько цифр первоначально выпуск нивы планировался 25 тысяч и как я не бился и не кричал что это что за выпуск как а и в этот тем не менее 25 тысяч потом спрос заставил поднять до 50 тысяч и это же спрос заставил поднять до 75 тысяч львиная доля автомобилей в итоге пошла на экспорт за границей него встретили на ура за почти четыре десятилетия из двух миллионов произведенных машин на этой модели свыше полумиллиона штук оказались в руках иностранных владельцев автомобиль поставлялся в латинскую америку африку средний восток европу в том числе в германию францию италию англию испанию грецию и другие страны наверняка многие из вас скажут что главная проблема него это ее пассивная безопасность точнее отсутствие пассивной безопасности здесь я не буду спорить и прямо скажу что наверное изменить это в текущих условиях ну никак невозможно нужно просто заново спроектировать этот автомобиль но давайте будем честными сами с собой что сейчас на пятом десятке лет эти машины во многом превратились в такое хобби в игрушки фанкары которые вряд ли люди берут для того чтобы ездить где-то по загруженным трассам как правило эта машина для души для сельской местности для деревни для того чтобы выезжать куда-то на бездорожье сами понимаете что сейчас это такой конструктор для взрослых и в этом ключе главная проблема этого автомобиля его мотор заслуженные восьмиклапанник объемом 1.7 который развивает только 83 лошадиные силы и не отличается высоким крутящим моментом сами понимаете что если вы поставите сюда какие-то крупные колеса поставите самоблокирующие дифференциалы то этой машине будет очень тяжело ехать не только по бездорожью но даже и по асфальту и действительно было уже много случаев когда сюда пытались устанавливать мотор который мы привыкли видеть поперечно на легковых автомобилях автоваза здесь был 126 мотор 124 но дальше штучных опытных образцов дело не пошло здесь же под капотом стоит не 126 мотор я бы не стал ради этого тратить ваше время друзья здесь установлен самый современный агрегат из тольятти это мотор объем от на целое восемь десятых литра естественно 16 клапанной головкой с фазовращателем впервые в истории итальятинских двигателей мотор с индексом 21 179 он развивает 123 лошадиные силы а крутящий момент достигает 170 ньютон метров до пока эта машина существует вот в этом единственном экспериментальном экземпляре но она подготовлена не в каком-то гараже и сделала компания супер авто и если все пойдет гладко и эта машина понравится вам и рынку то она станет вполне себе мелкосерийной и мне бы хотелось чтобы это произошло потому что на мой взгляд мотор 21 179 вдохнул в эту машину не только вторую жизнь он немножко поменял и ее имидж это теперь но не такой несколько пенсионерский спокойный автомобиль а он вполне себе подходит даже для молодежи о том как этот двигатель оказался под этим капотом что пришлось для этого переделать лучше меня ну потому что во первых у меня нет голоса а у него есть ну и просто этот человек гораздо больше чем я знает расскажет главный конструктор компании супер авто михаил иванович ледяев михаил иванович здравствуйте спасибо что согласились рассказать и далее нам поездить на этой машине непривычно конечно видеть здесь под капотом пластиковый спускной коллектор но первый мой вопрос не про двигатель куда вы дели запасное колесо запасное колесо для этого автомобиля теперь будет на двери задка причем крепится она будет непосредственно на дверь там будут новые упоры новая схема кинематики подъема двери и соответственно запасное колесо будет на двери задка и будет позволять ставить размерность не только 16 дюймов или 15 дюймов ну даже ту которую захочет клиент то есть получается что этот мотор в общем-то повлиял положительной на пассивную безопасность потому что как мы знаем при фронтальном смещенном ударе именно запасное колесо является таким катализатором всех бед она смещается далеко в салон да и наносит водителю травмы то есть целом эта машина можно сказать что она и безопаснее получается с точки зрения с этой точки зрения да окей 179 мотор под капотом расскажите как он сюда поместился что пришлось для этого сделать родное или навесное какие опоры основной конструктив ну компоновочно мотор установлен в те же точки что и мотор 21214 при этом что было изменено в двигателе двигатель получил новый картер сцепления новый маховик новое сцепление новый масляный поддон новый масляный приемник это необходимые изменения для того чтобы авто мотор стоял продольный и обеспечивал как бы с полную функциональность кронштейны и двигателя оригинальные соответственно потому что точки крепления двигателя свои опоры пока сохранены 21 на первых как скажет нахаж наших экземплярах будут 21 опоры связано с тем что просто так опоры подобрать достаточно сложно но у нас сейчас пока основная задача это именно получить характеристики двигателя и автомобиль его внутренности вся поршневая группа стандартная вся начинка головки блока стандартные это сделано тоже сознательно на первом этапе потому что двигатель сам по себе имеет очень неплохие характеристики наша была задача реализовать их в полноприводном варианте с полноприводными свойствами выпуск оригинальный то есть своя приемная труба своя свой основной и дополнительные глушители связано с двумя вещами ну во первых литраж двигателя требует увеличения пропускной способности системы то есть труба 51 миллиметр и приемная труба она двухканальная под моментную характеристику то есть она не одноканальная как на 214 машине чтобы продувку чтобы уда улучшить продувку по наполняемости обеспечить хорошую пульсацию на на наполнение и раз уж вы сказали про характеристики если мы сравним 179 мотор с классическим 214 дата по моменту это же но совсем другой уровень абсолютно другой уровень совершенно верно наличие фазера обеспечить здесь очень хорошую эластичность но можно сказать что на 1000 оборотах это двигатель имеет почти такой же момент как 214 на максимально это конечно все очень хорошо но мы знаем все кто интересуется темой неф что нам уже там десятки лет говорят что невозможно увеличить мощность двигателя потому что трансмиссия не рассчитана под другой момент ее создавали под мотор 16 карбюраторный как с этим по надежностью коробки и трансмиссии вообще мы проводили свои исследовательские работы проводили свои расчеты картинка складывать следующие мы можем себе позволить в отличие от автоваза немножко риска это как бы само собой при этом несущая способность коробки передач для массы автомобиля него в принципе допускает установку мотора под 170 ньютон и метров потому что реально реализующийся момент на автомобиле это 140 ньютон и метров максимум больше просто сыпной вес автомобиля не позволяет реализовать крутящий момент двигателя это то что мы имеем на маховике совсем не обязательно что мы это получим на колесах совершенно и от чего зависит крутящий момент то что мы получаем на колесах это зависит от того как с какой силы автомобиль давит на грунт на землю вот масса автомобиля него ну то 1200 снаряженная и 1610 полное позволяет реализовать этому автомобилю момент 140 ньютон и метров двигателя с этой передачной этой схемы передач на отношении трансмиссии единственный нюанс при динамических нагрузках когда автомобиль начинает прыгать скакать когда появляется раскачка кузова просадки вот тогда может реализовываться момент большей величины но да 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 но обычно принимается коэффициент динамического запаса равный двум то есть если 140 то это 280 ньютон и метров то что должно сломать разово сломать трансмиссию но 280 170 ньютон и метров это большая разница поэтому риск вполне оправданный кроме того мы проводили испытательные пробеги и собственную оценку но предварительный результат у нас положительный вот с учетом как раз того что вы рассказали реализуемый крутящий момент это создает некие проблемы для того чтобы поставить этот мотор в шевроле него да вот там плюс 200 килограммов и там уже по надежности коробки передач возникают вопросы и там уже рисковать вот не глядя уже не хочется потому что масса автомобиля не позволит так поиграться с моментами одной проблемой меньше но нежданно-негаданно этот мотор нам подкинул другую проблему которую знает каждый кто ездит на вести или x-ray с этим двигателем это угар масла который достигает величин но который мы привыкли видеть на моторах не знаю бмв м52 и 54 с пробегами 600 тысяч километров литр на тысячу абсолютно свежие новые агрегаты наверняка вы хотите как-то с этим побороться мы не просто хотим мы это наша основная задача по этому мотору потому что с таким расходом масла мы двигатель не будем выпускать это однозначно сейчас мы провели комплекс первых мероприятий по снижению расхода масла результат будем ждать в ближайший месяц то есть мы сейчас проводим испытания надежда на то что мы снизим расход примерно в пять-шесть раз то есть на уровень обычных вазовских моторов ну чуть побольше может быть но это незначительно самое тонкое место здесь по угару масла это поршневые кольца это маслосъемные колпачки ну как бы поршня вот эти моменты с которыми мы работаем автоваз сам ведет активно ведет эту работу я очень надеюсь что они реализуют все свои мероприятия которые нацелили и это будет только под споре нам и у вас уменьшится головной боли и у автоваза тоже да 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 автоваз очень активно эту работу ведет поэтому есть единственный вопрос к этому мотору несмотря на то что у него такие замечательные характеристики во всяком случае на бумаге потому что на самом деле когда я впервые проехал на вести с мотором 1 и 8 не очень понял зачем он нужен потому что на этот 16 серьезно не отличался но тут я думаю что основная проблема кроется в настройке в блоке управления и когда я езжу на обычной ниве я всегда радуюсь что этот мотор которому уже там невероятное количество десятков лет откликается на газ гораздо лучше чем все поперечные моторы если мы не берем карбюраторные у них такая задемпфированные отклик да все сегодня очень приятно ты не можешь так здорово контролировать тягу а вы будете менять программу управления работать с блоком безусловно это основная задача потому что двигатель железо это железо а софт это то что на чем человек едет фактически поэтому здесь полностью своя система управления на контроле м86 и телма это контроль тот же самый что и навесишь на x-ray но по софту это другой контроллер это по калибровкам это другой контроллер калибровки здесь выполнены для полноприводного автомобиля именно для внедорожника и конкретно для нивы это другая настройка в зоне низких оборотов это другая настройка в зоне работы на холостых оборотах и как бы немножко подрезана верхушка как бы сознательно это нормальное явление и для него я думаю не критично грубо говоря тяга смещена как можно ниже и как можно эластичнее вот это была основная задача калибровки да но для на наших тестах она на холостых оборотах заезжает на грунтовый уклон сухой 36 градусов с места на холостых оборотах ну и заканчивая тему подкапотного пространства расскажите что по навесным агрегатом потенциальные покупатели там будут учиться искать уникальные детали или можно найти в магазин навесными есть вопрос решен очень просто все компоненты серийные кронштейн навесных агрегатов это 129 кронштейн с небольшой доработкой под установку гидроусилителя zf рулевого управления генератор здесь установлен сейчас стоит 90 амперный для ходового макета ну потенциально можно стоит 115 125 ампер без каких-то вопросов компрессор кондиционера при комплектации с кондиционером это компрессор frost то что идет на 214 машину он устанавливается через переходной кронштейн который либо в комплекте с компрессором либо в комплекте с кронштейном навесных будет идти то есть здесь никаких супер оригинальных деталей тоже нет ремень привода вспомогательных агрегатов от ларгуса с гидроусилителем да то есть сознательно мы не заводили каких-то очень оригинальных железок ну во первых это для нас дорого но во вторых это и для клиента неудобно потому что искать вот эти вот мелочевку сложновато сейчас здесь новый модуль системы охлаждения то есть радиатор с вентиляторами в сборе это взято с автомобиля двадцать один двадцать три без изменений здесь новая система охлаждения закрытого типа с двадцать третьим бачком и с крышкой то есть с избыточным давлением от 31 и три десятых атмосферы у него система охлаждения открытого типа да соответственно за температурный запас мы здесь повысили очень хорошо ну и шумность вентиляторов которые все находили хорошо знают нивовских здесь она тоже решена потому что 23 вентилятор значительно тише и стоит в моторном отсеке у него вентиляторы стоят снаружи если вы вдруг забыли то два главных звука русского леса это писк комаров и вой нивовского вентилятора и мы уже несколько рассказали про потенциальных покупателей расскажите немножко про в общем то судьбу этого автомобиля как вы ее видите сейчас это единственный пока экземпляр и он сертифицирован как да это пока единичный автомобиль будет дальше и самое главное сколько этот автомобиль будет стоить в планах мы планируем выпустить объем 300 таких автомобилей это такая мелкая партия но в течение года да то есть старт продаж ну пока даже назвать не возьмусь но в ближайшее время сейчас идет большая подготовка производством то есть у нас готовы уже картер сцепления подготовлены отливки подготовленных обработка подготовлены компоненты по топливоподаче то есть как бы очень активно мы эту работу ведем и в завершении у нас работы по маслоугару и по калибровкам автомобили пока для россии будут сертифицироваться в единичном экземпляре то есть каждый автомобиль будет сертифицироваться индивидуально но к сожалению мы не можем себе пока позволить сертификацию мелкой партии как как это было раньше да к сожалению у нас правила игры поменялись но будем пока выходить таким образом цена автомобиля планируемая цена автомобиля это примерно миллион двести вот цена наверное кусается но к сожалению мы пока не видим реальных путей чтобы снизить без снижения там качества и так далее выпускать некачественные продукты не хочется совсем достаточно для тех кто все-таки продолжает смотреть это видео после того как узнали что такой автомобиль будет стоить примерно миллион двести тысяч рублей давайте вот сейчас по простому попробуем объяснить откуда взялась вот эта дополнительная стоимость почти в полмиллиона да потому что него с кондиционером сейчас стоит 700 с небольшим тысяч рублей вы меняете мотор сколько стоит вот такой мотор в нормальной комплектации из заводской сборки это примерно сто девяносто тысяч рублей 200 почти почти 200 тысяч это новость на самом деле для меня и для всех тех кто привык покупать на двенашки шестнари по 30-40 тысяч рублей как это было свое время 200 тысяч рублей двигатель окей это уже 900 что еще из дорогу из дорогого дальше получается это нейтрализатор потому что сейчас нейтрализатор очень сильно поднялись цене то есть так как мы заявляемся на евро 5 плюс то мы обязаны поставить достаточно дорогой нейтрализатор дальше это система топливоподачи даже дальше эта система это новая система электрооборудования то есть у нас полностью новые жгуты поэтому они тоже достаточно затратные по первичным вкладом вкладом вот новая система выпуска целиком она тоже не дешевая и у нас в комплексе получается как бы на все компоненты порядка трехсот тысяч тратим на вот на сами детали до на сомпонентную базу плюс производства и самая еще не дешевая часть это сертификация потому что сертификация индивидуального автомобиля она тоже сейчас стоит хороших денег от 80000 рублей то есть это к сожалению мы будем вынуждены это вешать на потребителя потому что другого пути пока нет да честно говоря для меня сейчас ну вот миллион двести такой серьезный вызов а потому что есть же дастер с новым мотором 1.3 turbo очень быстрым который можно купить ну наверное сейчас за миллион шестьсот вот я думаю что какой бы ни был прекрасный этот мотор на асфальте все равно не сделает такую него в полной динамике это конечно не конкурент но дело в чем мы рассматриваем этот автомобиль не как конкурент дастера вообще дастер это полноприводный универсал хороший полноприводный универсал там где ездит большинство владельцев него или так скажем фановского направления люди они дастер туда просто не помещается физически чисто по размерам и по всем прочим делам это автомобиль не семейный это автомобиль не городской к в чистом виде это автомобиль для движения и работы сельских тяжелых в трудных условиях где нужно преодолевать участки с минимум физических затрат и возвращаясь к трансмиссии да мы подробно про нее не рассказали все-таки более мощный мотор наверняка потребовались какие-то доработки давайте начнем от сцепления до дифференциала что здесь использована сцепление есть использована валю новые той же размерности мы обратились на фирму валю за поддержкой чтобы под момент 175 ньютон-метров нам смогли подобрать новые новое сцепление поэтому что среди него водов бытует мнение что валю такой мягкая относительно педаль для города для тяжелых условий не подходит быстро нагревается ну здесь я готов поспорить потому что с фирмой валю я как бы в рабу во время работы на заводе проработал больше двадцати лет и это сцепление достаточно хорошо знаю если грамотно это сцепление использовать что она вполне подходит для автомобиля 21 есть 14 она конечно не рассчитана на супер колеса и там супер блокировки но для автомобиля в том исполнении как выходит он завода это вполне адекватное сцепление при этом автомобиль в заводском исполнении имеет очень хороший уровень проходимости здесь другое сцепление она здесь усиленно сознательно потому что моментная характеристика другая соответственно мы обязаны были обеспечить запас по сцеплению побольше мы по механике коробки кроме привода управления не меняем ничего но делаем полную переборку коробки передач то есть эта коробка будет собрана на супер авто то есть мы будем делать дефектовку разборка сборка регулировка это будет все нашей стабильность качества заводских коробок вызывает нареканий я думаю все прекрасно знают не секрет совершенно верно этой шумности надежность и и прочее поэтому чтобы убрать хотя бы вот такие дефекты мы будем заниматься собственной сборкой то есть мы будем брать коробку разбирать и собирать по железу замена подшипников у нас планируется мы планируем поменять ряд подшипников не все к сожалению потому что для всех подшипников в российской федерации нет производителей вот поэтому а самые нагруженные подшипники мы будем менять промвал здесь абсолютно новый то есть это не не узкий провал не по его мотивам то есть здесь стоит резинокордная муфта здесь стоит шарнир равных угловых скоростей сосевой компенсации и изменена центровка вала на хвостовике коробки передач раздаточная коробка схема та же самая как на коробке передач то есть мы не пока не можем себе позволить селективная селективная сборка с заменой узлов при необходимости все передачные числа трансмиссии сохранены без изменений опять-таки под этот мотор можно было бы изменить передач на отношении коробки передач сделать свой ряд и получить как будто картинку лучшую там по и динамичности наверное сейчас мы на это не идем сознательно потому что произвести качественную шестерню вне территории автоваза к сожалению пока невозможно поэтому мы будем просто брать вазовские компоненты из вазовских компонентов перебирать то что есть дифференциалы на этот автомобиль мы планируем ставить четырехсателлитный так как нагрузка на дифференциальную группу значительно есть возрастает и дифференциальная группа на ней она слабенькая два сателлита имеет не очень хорошую жесткость и вот на тяжелых условиях слышали тух 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 да 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 это вот как раз работа дифференциальной группы 4 сателлитный дифференциал в этом отношении позволяет нагрузку снизить ну в два раз это достаточно неплохо вот введение самоблоков мы не планируем вообще и это тоже сознательно это как бы на наша ментальность в этом вопросе дело в чем наличие блокировки в трансмиссии для полноприлодного автомобиля это палка двух концов с одной стороны она исключает полностью пробуксовку колеса ну или там значительно уменьшает но с другой стороны она увеличивает нагрузку на агрегаты трансмиссии от двигателя потому что когда четыре колеса крутится одновременно по горизонтальной поверхности и вдруг эти поверхности не совпадают по длине то колеса проходят разные расстояния соответственно в трансмиссии возникает нагрузка от колеса и вот как ни парадоксально это звучит в некоторых случаях автомобиль тратит до 40 процентов мощности двигателя не на то чтобы проехать на то чтобы сломать собственную трансмиссию это как раз работая вот именно блокировок совершенно верно все это очень часто случается я думаю владельцы не в которые занимаются вот таким вот качестве хобби они это прекрасно на что привода полуоси все с собой да это расходный материал и это не то что они не держат нагрузки от двигателя то что на них еще повышенная нагрузка возникает вот это вот не всегда учитывается это полу ось собственно она перекрутилась и лопнула мы планируем введение блокировки принудительной заднего моста потому что это не необходимо потому что это очень хорошо и повышает добавляет но тут человек сам контролирует момент когда включить и когда выключить да интересный получается концепт сейчас пока не все да да есть но получается что него это в общем-то конструктор не только для владельцев но и для конструктора безусловно этому автомобилю мы все продолжаем выжимать из него все соки на удивление живущая получилась конструкция ну что же я думаю что это был абсолютно исчерпывающий рассказ надеюсь вы вынесли из него чуть больше чем ценах в миллион 200 тысяч рублей и я думаю что получилось во всяком случае обосновать ее хотя бы с точки зрения мелкосерийного производства но теперь давайте наконец-таки прокатимся и посмотрим стоит ли динамические характеристики этого автомобиля той цены которую за него просят и как бы нам не хотелось сразу начать здесь прыгать летать по песку а эта машина может это делать потому что я уже это попробовал давайте сперва отправимся на асфальт я кстати без всяких шуток считаю него настоящим драйвер с каром после того как у нее появилась подвеска от шеви не вы это случилось еще в 2014 году эта машина действительно поехала очень и очень здорово к сожалению годы берут свое и это сказывается не только на том что здесь абсолютно нет пассивной безопасности но и на качестве производства например вы слышите как сильно вводит эта трансмиссия это фамильная черта всех новых них если раньше у вас в основном гудела раздаточная коробка то теперь это основная коробка передач на пятой ступени у вас здесь словно огромный комар поселился в недрах передней панели хочется очень сильно его прибить по мощности здесь совершенно нет никакого запаса причем эта машина более-менее удачная я ее уже померил с помощью рейсбокса от 0 до 100 это него едет 16 с половиной секунд и разгон от 60 до 100 километров в час эластичность на 3 передачи он занимает 10,4 секунды а на 4 16 и 4 я думаю что многие сейчас улыбнулись или даже громко рассмеялись мол как с такой динамикой машину вообще можно считать каким-то драйвер с каром это же просто пенсионерский автомобиль чтобы тихо и покорно плестись в правом ряду ну собственно да потому что вот прямо сейчас нас обгоняет 8 клапана лада гранта и при всем желании я не смог бы за ней угнаться если бы тот водитель захотела действительно с нами посоревноваться да вот сейчас я нажимаю педаль газа в пол вот клик от мотора есть но тяга отсутствует я вам так скажу что в целом ничего страшного если вы живете где-то в регионе где в целом даже вот такие по качеству асфальтовые дороги это редкость в основном покрытие грунтовые или гравийные там него расцветает подвеска невероятная я считаю ее одной из лучших на рынке очень здорово машина отрабатывает все неровности ты на ней можешь действительно быстро ехать там где нет вообще никакого асфальта и при этом она все равно остается управляемой за это я не вылюблю и серьезно считаю ее настоящим драйвер с каром причем абсолютно уникальным на рынке потому что такую машину новую как у нас здесь нет кондиционера можно купить за 650 тысяч рублей отличное предложение если вам плевать на пассивную безопасность вот сейчас мы выехали на идеальную дорогу для этой нивы здесь асфальт весь сморщился выпучился превратился в какое-то непонятное нераскатанное тесто по которому не очень приятно ехать на легковой машине здесь же абсолютно без проблем пухлые покрышки гасит мелочевку дальше в дело вступает подвеской в целом даже той динамики которую дает этот моторчик здесь уже хватает вы все равно самый быстрый но все же я уверен что большинство владельцев ниф были бы не прочь чтобы динамика их автомобилей улучшилась в полтора а то и сразу в два раза и представители компании супер авто уверяют что с мотором 21 179 все именно так и будет и никакая киа рио эту машину уже не обгонит ну что же давайте посмотрим как нива 1.8 ведет себя на асфальте и замерим ее с помощью рейсбокса цифры все скажут как вы уже наверное заметили супер авто поставили свой мотор в не самую современную ниву потому что здесь еще старая приборная панель другая посадка другие сидения и здесь на контрасте хорошо заметно что в новой машине сидеть все таки удобнее там кресло расположено пониже есть у меня ощущение что и отъезжает она чуть подальше потому что здесь у меня прям явно согнуты ноги такая классическая итальянская посадка которую мы с вами помним по жигулям а вот что здесь интересного это перенесенный рычаг переключения передач супер авто предлагает такое решение для любой нивы сам механизм выполнен на основе восьмерочного которому прикреплена тяга как на шевроле миве так рычагу нужно тянуться гораздо меньше меня все время смущало что в ниве пятую ты включаешь и кланяешься передней панели да и в целом все время тебя вытянута рука здесь все по эргономике приятнее единственное что рычаг становится короче и явно усилия при включении передач возрастает плюс здесь явно не самая удачная коробка передач и но вы слышите да вот эти звуки при переключении но и усилия я вам прямо скажу не лучшие давайте теперь сконцентрируемся на двигателе на холостых оборотах вибрации практически нет и заметно что уровень шума тоже ниже чем если бы там стоял классический двигатель ну и напомню что уже при 1000 оборотов в минуту он развивает столько же крутящего момента сколько мотор 17 от обычной нивы в пике поэтому трогаться по идее можно вообще без добавления газа и да машина сама мягко начинает движение первое прямо скажем ощущается даже слишком короткой давайте сразу я попробую стартовать со второй передачи здесь же понятно нужно немного подгазовать да буквально 1600 1700 оборотов машина сразу едет я думаю что первую можно оставить только для того чтобы буксировать какой-то тяжелый прицеп или стартовать в горку с полной нагрузкой ну примерно так как это сделано у рено дастер там тоже надо стартовать со второй передачи вы слышите наверное это твой явно коробка здесь далеко не самая удачная плюс к этому облицовка вот это экспериментальная выполнена из обходного пластика который внутри ничем не обшит и работает как резонатор как барабан поэтому весь гул здесь еще только усиливается и нам это сейчас не на руку потому что пятая передача как обычно у него она очень голосистая но если стандартной машине ты ей практически не пользуешься то здесь она вполне себе рабочая вот у нас сейчас 70 километров в час я нажимаю на педаль газа и прям ты замечаешь как машина начинает разгоняться вообще вы знаете очень необычно ощущать вот этот подпор от мотора в старом интерьере ты ведь привык что него машина которая ну прямо скажем динамикой не отличается да здесь она едет 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 вот на 4 ты нажал уже 110 спидометр уходит дальше 120 уже совершенно непривычная для него зона скорости мы выехали на тот же неприятный участок дороги который весь покрыт какими-то волнами какими-то надолбами здесь по шоссе машина практически не отличается от стандартной единственное что добавлен сзади стабилизатор поперечной устойчивости и заменены передние пружины чтобы выровнять высоту машины чтобы по порогам она была горизонтальной а не как все машины из магазина которые клюют носом я кстати спросил у инженеров зачем это сделано выяснилось что это сделано не зачем а лишь потому что качество пружин оставляет желать лучше его и машины становятся неровными абсолютно в разной степени но не забывайте что здесь стоят другого размера покрышки 195 на 80 15 диаметра и машинка иначе передает все неровности в салон если я говорил что даже стандартная него великолепно съедает основную массу неприятностей которые встречаются под ее колесами то здесь пожалуй энергоемкость и уровень плавности хода еще немного повыше но если говорить про мотор на асфальте то однозначно это наделяет него ну прямо скажем не свойственно ей динамикой я уже замерил этот автомобиль лучший результат до сотни 12,6 секунды но тут нужно понимать что стартовый режим у этого мотора сейчас настроен очень мягко здесь не получается такого резкого рывка с места как на обычной машине инженеры говорят что это сделано для того чтобы оберегать трансмиссию от неприятных ударов потому что все-таки максимальный крутящий момент здесь 175 ньютон-метров это довольно много эластичность тоже значительно улучшилась на третьей передаче разгон 60 до 100 километров в час на 2 секунды быстрее чем с классическим мотором на четвертой передаче само собой разница только увеличивается и достигает уже пяти секунд но если вы захотите на классической ниве разогнаться на пятой передаче с 80 до 120 километров в час то вам нужно будет выбрать свободный вечерок а на этой машине всего лишь 18 секунд сейчас я приведу все результаты замеров в таблицу посмотрите сравните и сами решите стоит ли овчинка выделки точнее стоят ли такие результаты доплаты за этот автомобиль которая напомню составляет немалые 500 тысяч рублей ну а сейчас я вам покажу как эти цифры выглядят в реальной жизни представьте что вы на обычной ниве подъезжаете к светофору и рядом с вами останавливается точно такая же нива даже такого же цвета и вы решаете посмотреть чей же мотор быстрее но я думаю что тут вас будет ждать неприятный сюрприз да уже со второй передачи начинает отъезжать два корпуса 35 600 3 давай давай малышка между нами уже корпусов 78 давай давай старенький моторчик классический 17 секунд до сотни двенадцать корпусов да я думаю что это очень наглядно и это старт с места а по эластичности тут вполне можно оперировать теми цифрами которые мы получили в результате замеров интересный конечно получается виток истории или даже такая легкая насмешка судьбы ведь двигатели 18 это то с чем мы привыкли как раз таки ассоциировать компанию супер авто я вам напомню что прежде она занималась переделкой переднеприводных лад прежде всего приор и десяток снимался мотор 1.6 и даже 1.5 и вместо него ставился двигатель 1.8 и под капотом нивы тоже ставился мотор 1.8 только уже сделанный на основе классического двигателя а не расположенного поперечно но когда самый первый мотор 1.8 от супер авто появился там в угоду увеличения хода поршня диаметр шатунной шейки был уменьшен 47 до 43 миллиметров это повлекло за собой проблемы с жесткостью коленчатого вала он ломался была такая история следом на второй итерации этих двигателей коленвал уже был заказан итальянской компании микопром там все было в порядке с диаметром шатунной шейки она была 47 миллиметров и многие кто хотят увеличить объем своих двигателей используют эти коленвалы до сих пор правда найти их продажи почти невозможно теперь у нас есть заводской мотор 1.8 21 179 и самое удивительное что у него диаметр шатунной шейки да да тоже снижен 47 до 43 миллиметров но пока случаев поломки этих коленвалов я не слышал главная его проблема как мы уже сказали это угар масла но я думаю что уже первых 200 300 метров будет достаточно чтобы понять что это действительно совсем другая динамика совсем другие ощущения от разгонной динамики ты нажимаешь на газ и иди сюда калина сейчас мы тебя догоним если прежде свыше 4000 оборотов ну четырех с половиной крутить было и не обязательно классический мотор то здесь все очень очень хорошо докручивается до 6 200 и самое приятное что действительно перенастроенный блок управления он улучшил отклик на педаль газа он в принципе сравним с классическим но все же немного ему уступает однако если вы возьмете для сравнения какую-нибудь стандартную весту то наверняка будете удивлены тем насколько сильно там задемпирована педаль газа здесь все гораздо лучше очень приятный получился характер у мотора он тянет буквально с холостых оборотов и ровненько так выкручивается до 6000 я думаю что для внедорожника они в это самый настоящий внедорожник это то что надо можно сказать что он сравним с каким-то таким маленьким дизелем по тяге но при этом здесь подгазовал подкрутил увел туда за 4000 оборотов и есть есть верха которые так нужны ниве на трассе чтобы не чувствовать себя ущербно интересно что и шоссе этой машины немножко доработана причем это самое начало программы следом ее ждут гораздо более серьезное вмешательство в пружины и амортизаторы сейчас единственное что сделано сзади установлен стабилизатор поперечной устойчивости на мост а спереди другие пружины чтобы выровнять высоту автомобиля и знаете мне даже обычная него в целом по управляемости вполне нравится но должен признать что это ведет себя точнее и понятнее у нее нет такого доворота на неровностях как у обычной машины в целом даже эти точечные вмешательства сделали машинку приятнее ну и наверное вы уже заметили что здесь другая размерность колес диски 15 дюймовые покрышки 195 на 80 полнопрофильные это позволило вернуть ниве дорожный просвет который у нее был изначально еще на шинах вы и 5 здесь 220 миллиметров под редуктором заднего моста и почти 230 под защитой картера сама защита тоже здесь оригинальная очень интересная она заходит прямо на бампер бампер собственно тоже здесь отличается от серийных и на мой взгляд они здорово облагородили внешность мне нравится как выглядит него urban но там пластик очень ломкий и ехать всерьез куда-то вне дорог с теми бамперами но можно только один раз здесь же будет очень жесткий пластик под ним металлический каркас плюс площадка под лебедку можно поставить лебедку силен до двух тонн она будет сертифицирована кстати свыше двух тонн по расчетам михаила ивановича нельзя ставить лебедку на него потому что уже начинается деформация лонжеронов но я думаю что любой кто проанализирует результаты наших замеров и параллельного старта с места он однозначно поймет что на асфальте такая него конечно гораздо лучше вписывается в поток но говорит что она стала какой-то очень быстрый супер динамичным автомобилем но все равно не приходится да ей достаточно этого я думаю что под это шасси на асфальте большей мощности и не нужно но на самом деле него раскрывается там где асфальт заканчивается но наверняка многих из вас волнует а что же будет в тяжелых условиях как поведет себя трансмиссия что будет со сцеплением которое нагружено таким недюжинным моментом какие вообще возможны проблемы давайте прямо сейчас это и выясним и загоним машины в пожалуй самые сложные условия для трансмиссии а именно в песок только посмотрите что она творит на извилистой песчаной дороге у них нет возможности рассказать вам это прям в прямом эфире потому что все-таки тряска камера будет прыгать и картинка никогда не стабилизируется но поверьте это были одни из самых веселых минут за рулем которые я провел в этом году и я думаю что настоящий петралхет легко может сравнить по уровню удовольствия вот такой прохват по песчаной дороге с трек днем на ferrari 812 суперфаст я здесь нисколько не лукавлю это действительно так это очень весело тебя влюбляет эта подвеска то как него держит удар как она позволяет управлять собой даже стандартная машина в таких условиях очень хороша но с этим мотором уровень удовольствия становится еще выше во первых эта машина позволяет тебе переключаться прямо в песке менять передачи то что с обычным двигателем сделать невозможно он просто не подхватит а главное ты траекторию может регулировать тягой в повороте нажал наступил на педаль газа и машинка так довернулась это непривычно за рулем не вы да наверное если вы ездили на машинах с установленным турбокомпрессором там плюс минус то же самое но не будем забывать инерционность надува здесь же атмосфера прямая тяга нажал повернул и помчал в легком заносе это правда правда очень весело и вас таким двигателем действительно она заиграла новыми красками можно сказать что до 45 него ягодка опять и если на асфальте тебе невольно приходят мысли миллион двести тысяч него вот есть же дастер он гораздо быстрее комфортнее удобнее то на песке все становится на свои места дастер так не может нам без демультипликатора делать абсолютно ничего ты просто перегреешь муфту машина никуда не поедет если вы все равно считаете что миллион двести тысяч это много то откройте прямо сейчас во вторую посмотрите сколько стоит доработанные не вы на больших колесах с какими-то бамперами с шумоизоляцией с музыкой они все давно уже ушли за миллион рублей но при этом под капотом там 83 лошадиные силы которые никуда не едут особенно с более крупными колесами как по мне то лучше выбрать все-таки вот такой инженерный продукт который действительно раскрывает этот автомобиль с другой стороны а что до шумоизоляции музыки но это каждый может поставить по своему вкусу я оставлю поиск по нивам на автору в описании самые дорогие машины подготовленные переходите посмотрите это действительно очень красиво но и заодно сможете сравнить и понять что такое миллион двести тысяч рублей в современном мире ну что же по ровной поверхности вот по такому неприятному мелкому сыпучему песку даже классического мотора в целом хватает для того чтобы ехать на холостых оборотах на первой передаче но ты даже не помышляешь о том чтобы включить здесь вторую естественно в демультипликаторе у нас выбрана пониженная заблокирован межосевой дифференциал пусть и с трудом пусть и тяжеловаты местами но в целом классический двигатель едет давайте посмотрим какая будет разница на моторе 21 179 чтобы вы не обвиняли нас в том что мы выбираем какие-то другие участки вот этого испытательного полигона мы едем на том же самом куске причем не по колее старой нивы а будем набивать свою собственную колею ну и в целом что в общем-то и довольно логично учитывая внешние скоростные характеристики этого двигателя даже сам момент начала движения здесь значительно проще чем на классическом моторе здесь просто достаточно мягко отпустить цепление и машина поехала собственно друзья самое интересное что я хотел узнать может ли этот мотор ехать самостоятельно на холостых оборотах по песку мы же все-таки привыкли что поперечные 16 клапанники это моторы верховые но посмотрите машинка прекрасно едет на пониженной передаче абсолютно без водителя но самое главное что него в ее даже стандартном варианте это отличный фан кар в настоящее время а уж с таким мотором и подавно только посмотрите что она может если все-таки нажать сейчас на педаль газа подожди меня да 179 мотор едет и я смотрю по температуре она немножко поднимается но не доходит до красной зоны все-таки работает этот охлаждающий модуль от шевроле niva но знаете что мне приятно понравилось с этим двигателем у него открывается второе дыхание не на таких тяжелых дорогах а вот на плотном песку который имитирует можно сказать зимнее покрытие то есть на ней можно зимой будет хулиганить на заблокированном межосевом дифференциале эта машинка становится таким на самом деле инструментом для оттачивания навыков полноприводных скольжений ну что же а теперь самое интересное давайте посмотрим как же едут эти машины в город ну что друзья вот наше препятствие короткая но очень острая горка с таким неприятным входом таким тычком который сразу сбивает всю инерцию я думаю что мы будем пытаться с одной и той же точки стартовать вторая пониженная газ в пол на 1 здесь не заехать вы видите следы мы уже пробовали только на 2 машина может забраться и это на самом деле именно то препятствие на котором нужна мощность и где niva мощности никогда не хватало в том что касается шин плюс-минус равная ситуация там на спирели скорпион атр здесь тоже отэшка геоландр якогама геоландр g0 15 то есть на самом деле это еще дополнительная нагрузка на трансмиссию и на двигатель которая будет мешать этой машине резко стартовать с места ну что давайте начнем с заслуженного автомобиля с классическим мотором будем потихонечку отодвигать точку старта и накатывать свою собственную колею следом пустим машину 179 мотором уже по соседнему участку песка чтобы она набивала колею сама себе поехали вторая пониженная газ в пол вот и 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 не хватает совсем чуть-чуть на самом гребне я уже очень далеко уехал кажется субъективно что машина вот-вот заскочит но вот той самой мощности нет ее взрывной чтобы прокрутить колеса и залететь на подъем давайте я сейчас целенаправленно уеду прям сильно далеко назад возьму хороший разгон чтобы эта машина смогла все-таки уже заехать давайте на исходную попробуем 179 машину пушка солнце у нас клонится к закату а вы примерно поняли что здесь происходит неплохой старт с места причем я думаю что мы сейчас даже в ту же колею и и поставим потому что колея здесь дает только дополнительный фактор по сопротивлению порой и посмотрим что выйдет из этого кстати заметьте сколько я сделал попыток и подтравливал сцеплением на старте и запаха сцепления до сих пор нет она не горит хотя представляю как она нагрелась потому что песок очень-очень тяжелый и и и Ну, по-моему, кстати, получилось довольно убедительно. Да, вы сами видели, что я еще, сдавая назад, дополнительно разрыл эту колею, то есть старт был вялый, прям, мне кажется, даже медленнее, чем на той машине. Ну, а затем дополнительный крутящий момент, ну, он никуда не может деться, и машина действительно с первого же раза заехала. Давайте теперь попробуем сместить точку в другую сторону, не отъезжать от горы, а, наоборот, к ней приближаться, потому что, мне кажется, был запас по мощности, и это Нива может еще лучше. Но реально есть, есть вот это ощущение дополнительной тяги, и на таких тяжелых покрытиях оно прям очень сильно помогает. Я думаю, что какие-то длинные подъемы, там, где раньше Нива вынуждена была разбегаться прямо из соседней области, теперь будут значительно проще. Ну, остается только решение за вами, стоит ли все это тех дополнительных денег, которые просят за эту Ниву СуперАвто 1.8. Ну, а мне просто нравится ездить на ней по песку, и я хочу еще разочек попробовать покорить эту гору. Хотя горы, как мы знаем, нельзя покорить, можно их лишь подняться, а затем опуститься. КОНЕЦ Друзья, как выглядит обычно драгрейсинг? Моторы раскручиваются до высоких оборотов, бросок сцепления, машины срываются с места. У нас сейчас будет песчаный драгрейсинг, старт с холостых оборотов, без добавления тяги вообще. Водители поджимают ноги под себя, и смотрим, как же едут эти машины. Ближе к нам классическая Нива, классический мотор. На заднем плане 179-й мотор. Давайте посмотрим, кто уедет дальше. Заглох. Ну, кстати, уехал недалеко. Все, устал. Ну что, друзья, как вы можете видеть, чудо действенной силы все-таки 179-й мотор не имеет, и надо действительно сработать сцеплением, все-таки не просто его бросить, чтобы получить какой-то результат. Ну, сейчас будет рестарт, посмотрим, что он покажет. Вообще, вы знаете, что мне напоминает вот вся эта обстановка? В Москве сейчас идет дождь, а мы сюда прилетели как-то в середине дня, не выспавшись кое-как. Ехали по пробкам Тольятти в течение, наверное, двух часов из одного района в другой, потом добрались сюда, и я вот вижу эту картинку. Это же прям какой-то тест-авторевью 95-го года. Знаете, Константин Сорокин, Александр Диваков, я помню. И то же самое, какие-то Нивы с опытным силовым агрегатом. Прошло с того момента уже 26 лет. Я занимаюсь тем же самым на своем канале, и знаете, это меня только радует, потому что, по сути, это именно то, что я бы и хотел сюда принести, в эту автомобильную медийную струю, которая сейчас, ну, разрослась неимоверно, но при этом вот этот дух старого авторевью, такой, знаете, энтузиазм, когда ты снимаешь на желании, на том, что ты горишь всеми этими автомобилями, всеми этими доработками, пускай даже эта Нива, которой полвека, она тебя двигает, и я надеюсь, что вам это тоже интересно. А у нас рестарт. Ну, а теперь у нас чуть изменились правила, теперь уже вторая пониженная у всех, можно добавлять газа сколько хочешь, смотрим, что из этого выйдет. Вот это ожесточенно уже! Что показали наши игры в песочнице? В целом приятно, что 179-й мотор сохранил очень-очень приличную тягу на низах, действительно, внешняя скоростная характеристика не врет, мы убедились сами, что на холостых оборотах эта машина едет, ну, как минимум, не хуже, чем привычная Нива с классическим мотором, а, скорее всего, даже лучше. Но самое приятное, это та тяга, которую она выдает в среднем диапазоне оборотов. Ты чувствуешь этот подпор, то, чего Ниве так не хватало, потому что как выглядит штурм какого-то подъема на классической Ниве? Ты стиснул зубы, нажал газ в пол, бросил сцепление, зажмурился и остановился в середине, потому что, как правило, мощности не хватает. Теперь шансы забраться значительно повысились. Стоят ли они доплаты, немалые доплаты за этот автомобиль? Но тут решайте сами. Я вам могу сказать лишь одно удовольствие, которое эта Нива дарит вот в таком антураже, вот на таком покрытии. Ну, мне кажется, все-таки стоит денег. И вы знаете, мне даже обидно, что голос не дал мне возможности поделиться с вами вот этой эмоциональностью, которую дает эта машина, потому что я просто не могу говорить громко, не могу как-то вслух смеяться. И со стороны может показаться, что я все это выдумываю и ехать достаточно грустно. Но я думаю, что кадры внешних проездов показывают вам, что это действительно очень-очень фановый автомобиль, очень веселый, по большому счету это такой багги, что-то вроде BRP, только с крышей, с кондиционером, с отопителем всесезонный, позволяющий ехать еще по дорогам с твердым покрытием туда, куда вы хотите. Это были отличные пара дней в Тольятти, которые явно очень скрасила эта Нива от Суперавто. Надеюсь, что у этого проекта все-таки появится нормальное рыночное будущее. 300 автомобилей на огромную Россию. По-моему, это не так и много. Вполне реальные планы. И тем, кому нужна машина, доработанная именно конструкторами, пусть и мелкосерийная, но все-таки с гарантией, я думаю, что это отличный вариант, потому что, ну, альтернативы нет. Да, есть Нива Бронта, которую делает компания ВИЗ. Внешне она мне очень нравится, но туда бы этот мотор, все-таки покупать машину на крупных колесах, с дифференциалами повышенного трения, но при этом 83 лошадиные силы. Она же никуда не поедет. А эта, как вы уже могли заметить, едет. И едет очень достойно. Надеюсь, что и в рынок она тоже въедет так же уверенно. Спасибо, друзья, что смотрели. Простите, что вам пришлось слушать такой приятный голос. Мне самому от этого не очень радостно. Но я не мог отъединить эту поездку. Мне очень хотелось познакомиться с этим автомобилем. И я надеюсь, что все-таки эмоции от него вы получили. Не болейте. Увидимся через неделю. Счастливо! 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 Счастливо!